Вот мы здесь вот на этом аэродроме, вот здесь, вот это мы сейчас где стоим с вами, да, вот так вот над головой проходили самолеты и садились на этом самолете, вот на этом месте, вот с этого места не заходили все. Ан-2, Як-12 и Л-14, первые советские самолеты приземлялись в Анапском аэропорту вплоть до 70-х годов. Тогда площадка располагалась в районе скорой помощи, пока новый аэропорт не построили в Витязево. Евгений Николаевич закончил училище в 60-м году. Больше всего запомнился полет на реактивном самолете. Там уже было чувство, что это мощь, что это полет такой, что ты можешь что-то сделать, что можно что-то такое совершить на этом самолете. Более 35 лет Евгений Дагадаев посвятил авиации. Начинал работать в Анапе на должности диспетчера службы движения. Ему удалось подняться по карьерной лестнице до заместителя начальника аэропорта. По его словам, Анапа всегда лидировала по качеству обслуживания самолетов. Через аэропорт города-курорта проходили самолеты со всех уголков Советского Союза. Вот и сегодня, и в те времена аэропорт Анапа был самым благоприятным аэропортом для посадки самолетов. Все подходы открыты. Техника стояла, радиолокаторы, посадочные радиолокаторы, обзорные радиолокаторы. Они давали возможность посадить самолеты по минимуму в первой категории. Это там 60 на 100 метров. В этом году Евгений Николаевич отметит юбилей в 80 лет. Говорит, что он счастливый человек, его мечта сбылась. Он и сегодня часто смотрит на небо, которое ничуть не изменилось с тех пор, как 60 лет назад он впервые сел за штурвал поршневого Як-18. Никита Бойко, Ксения Осипко, Роман Беркалиев. Анапа. Регион.